Скажите, Гульнара, вот многие люди хотят у себя дома, да, озеленеть квартиру, дом, экзотические растения, местные растения, но существуют ли растения, вредные для человека? Что вы не посоветуете заводить у себя дома? Антон, это для вас. Нет, тогда мне нужно для потребителей сказать, что, ребята, вот красного цвета цветочки не берите, конкретизировать, но, по-моему, это сложно сказать, есть же на вид безобидные растения? Ну да, на вид безобидные, но здесь нужно, как бы, знаете, ну, например, ту же монстеру не рекомендуют, допустим, держать в спальне, потому что тоже, как бы, она как бы содержит какие-то вещества, которые, как бы, вызывают, ну, как удушие, что ли, условно. И не проснулся, а мастера душа. Диффенбахия, диффенбахия. С другой стороны, можно применять, есть люди, которые не очень, да, пошел, тещик купил там. Потом растения, допустим, алкалоидосодержащие, да, где вот сильно... Понюхал и выпил. С раздражающим таким ароматом, да. А диффенбахию почему не советуете? Диффенбахию тоже, ввиду вот содержания в ней каких-то веществ, которые, вот, как бы, они незаметно, как бы, испаряют, тоже, как бы, это не очень благоприятно сказывается, тоже, на состоянии плохой сон и так далее. А вот наоборот, что вы посоветуете держать дома? Герань отпугивает комаров? Герания, да, пеларгония, это хорошее растение комнатное, которое... А также кошек, собак, мужчин, женщин, всех. Ну, различные виды фикусов, например, тоже, да, прекрасно. Кактусы, вот, очень популярны сейчас. Кактусы очень популярны, тем более сейчас вот очень многое у нас компьютеризировано все, так же, как защита. Так действительно они втикают радиацию? Да, считается, да. Считается или это действительно так? Ну, мы сами такую работу не проводили, как бы, не проверяли. А вот британские ученые. Не знаю, я не встречала, но, тем не менее, такое есть, как бы, это негласное. Это что, кактусы, они в целом как компьютерные лишнюю энергетику убирают, да, так и вообще в целом какой-то лишний негатив. Вот у меня мама весь дом просто заставила цветами. Это хорошо или плохо? Ну, если это приносит ей радость, в принципе. Ну, то есть это неплохо? Это неплохо, конечно. Растения в любом случае – это кислород, это поглощение углекислого газа, это… А ночью они действительно выделяют углекислый газ? Если их много, человеку может стать плохо, это правда или нет? Ну, конечно, в спальне нужно ограничивать, конечно. Конечно, это должны быть какие-то веранды, это должны… ну, какие-то комнаты, да, та же кухня, допустим, хлорофитом очень хорошо в кухне, да, почему? Потому что как раз-таки вот этот газ поглощает газ и выделяет, наоборот, кислород, обогащает комнату кислородом. Вот сейчас тоже в моде суккуленты. Это не ругательство, Антон, это при вашем ограниченном словарном запасе такое слово из разряда ботаники. Я думала, вы на две просто фразы поделили бы слово. А вот рекомендуете ли держать их дома? Да, суккуленты, они безопасны, безвредны. Единственное, что колючки, которые могут для маленьких, нужно держать их повыше, конечно, подальше от детей, чтобы не так доступно было. А без колючек? Есть же виды, да? Есть, есть так называемое денежное дерево, да, которое вот крупные толстые листья. В основном, конечно, это кактусы. Есть виды молочая, которые тоже относятся к суккулентам. А в Казахстане растут суккуленты? В Казахстане, в природной флоре тоже растут суккуленты, да. Седумы, это тоже суккуленты. Правда, что первая вообще порода яблока, вид, да, яблока, дерево яблочного найдено за 80 километров от Алматы? И тюльпаны, правда ли, что родина тюльпанов – это Алматы? Да, правда. Ну, я уже вот говорила насчет малюс, насчет яблони северца, да, это действительно так вот считается территория Казахстана, именно вот горные территории, вот северного тюльпани, да, они являются территорией, где вообще возникла яблоня, да, популяция яблонь. И это территория именно, которая является, как бы, наша яблоня вообще, она является прародительницей всех культурных сортов яблонь. То есть вот эта яблоня, дикорастущая яблоня северца, в принципе, больше нигде не встречается. Маленький ареал и яблоня северца встречается в Китае, но это совсем незначительная часть ареала. Это завезли семечки опять, да? Нет, это природный ареал тоже в Китае, но он очень незначительный. И у нас дальше Тарбогатая вот тоже крайняя точка. Благодаря этой, то есть вот видите, какой диапазон, да, Малюс-Северца, горные хребты северного Чиншани и Тарбогатай, это крайняя точка. То есть это как раз и обеспечивает, да, вот дикой яблоней морозостойкость, устойчивость холода. И вот эти качества ценные, да, они как раз таки ценятся при отборе вот этих диких яблонь в селекционные программы. То есть именно вот это качество используется при выведении новых сортов яблоней северца. Это морозостойкость, это устойчивость к болезням, к вредителям. Дикие формы яблоней, они не так поражены, значит, болезням и вредителям. Также у них очень хорошие вкусовые качества. А какие-то эксперименты вы проводите, ну, для эволюции, чтобы действительно, вот, ну, неустойчивое дерево к тому-то, там, к температурам. Вот сейчас идет изменение климата, глобальное потепление, как погода в Алматы меняется. Как-то вот ваш институт, ботанический сад в том числе. Проводите работу, чтобы все-таки флора Казахстана сохранилась в меняющемся климате? Или оно ее само, что выживет, то выживет? Что он не добьет, то выживет? Я понимаю, что природа сама себе тоже заботится. Конечно, и же надо как-то эволюционировать во всем этом деле. Ну, что значит эволюционировать, да? Конечно же, климат меняется. Изменение климата, ну, как бы, даже невооруженным глазом вроде как видно, но и хронобиологические наблюдения за растениями, конечно же, наши сотрудники ведут. Ведут это и в условиях коллекции, да, коллекционных фондов от растений, которые у нас произрастают, отрабатывают на тех растениях, которые были зависены, допустим, из Северной Америки, из Восточной Азии и так далее. Смотрят, вот, как идет изменение, да, вегетации, фенологии, плодоношении. То есть, вот, как тот или иной, допустим, за промежуток, за последние 20 лет, как происходят изменения, да, вот в этих процессах. То есть, меняется цикл цветения, меняется, соответственно, плодоношение. Бывают годы, когда плодоношение вообще не происходит, да, в связи с этим. Соответственно, если вот брать природные популяции, да, в природных популяциях, то там четко можно увидеть, допустим, вот 10-летние наблюдения, мониторинговые наблюдения в Южном Прибалхаши, который проводил у нас тоже Михаил Александрович Проскуряков, наблюдая за процессом нектаровыделения медоносных растений, он выявил тоже такую закономерность, что, допустим, год от года где-то были смещены сроки, да, где-то сроки в цветениях и так далее. Соответственно, не произошло плодоношение. В следующем году опять это повторилось, да, из-за того же затяжных заморозков, именно в период цветения, значит, не произошло завязывание плодов, и, соответственно, дальше нету самопроцесса воспроизводства и так далее, не было получено семенного материала. Таким образом происходит процесс уменьшения численности этого вида. Вот такие наблюдения, конечно же, мы проводим. У нас была издана монография такая, тоже хронобиологический анализ растений при изменении климата. Гульнара, вот считается, что грибы, как и сине-зеленые водоросли, немножко сейчас и вышли из-под юридикции ботаники, да? Вроде бы как-то это... Это другое царство. Что не все, что фотосинтезируют, можно обозвать растениям. Да. Вот. Поэтому все-таки, но раньше-то грибы считались. А вот в Казахстане все ли грибы съедобные? Это объект ботанический. Просто это другое царство. Как мы говорим, царство высших и царство низших. И грибы и водоросли их причислили к царству низших растений. Да, не все грибы являются съедобными. У нас существует целая лаборатория, которая так и называется, микология, ольгология, которая изучает именно грибы и водоросли. И так на территории Казахстана произрастает у нас и мухомор, который всем известен и которого очень легко в природе отличить. От... Ядовитой красной шляпки. Да, по своей шапочке, да. Поэтому как бы это... Поганки. Поганки, конечно. Они смертельно ядовитые, да? Да, да. Под Алматой тоже они есть. Есть, да. В горах, в степи, да? Да, да. Я поэтому призываю... Не ешьте все подряд. Приходить людей в ботанический сад за информацией. Какую информацию может дать ботанический сад? Ботанический сад может очень большой, широкий спектр информации, да. Допустим, по растениям. Как правильно посадить растения? Как правильно за ним ухаживать? В какое время посадить? В какое время наиболее оптимально, допустим, для посадки хвойных, для посадки там цветочно-декоративных? Как комнатные растения вырастить? Также, допустим, вот сходили вы в поход куда-то, да, в горы, сорвали там какие-то растения. Но вам вот хочется узнать, что это за растение. Также, ну, его принадлежность систематическая. Пожалуйста, приходите к нам в ботанический сад. Специалисты наши определяют растения. Представьте сейчас, какой поток хвойных. Грибы, грибы. С охапками. А вот еще, гляньте, вот гляньте. И по грибам также. Вот собрали грибы, но есть подозрения, да, а вот то ли я собрал. Я скажу честно, я сама не грибник, да, потому что я, ну, я сама специалист по высшим сосудистым растениям. Также приходите, лаборатория, где сидят специалисты-микологи, они вам определяют принадлежность этого гриба. Все вам распишут, скажут. Анализ такой. Те же водоросли, да, которые встречаются в водоемах Казахстана. Мы можем определить, опять-таки, принадлежность, таксономическую принадлежность этого, этой той или иной водоросли. Альгологи есть. Есть специалисты-геоботаники, допустим, которые занимаются именно дешифровкой карт растительности, которые занимаются составлением карт растительности для различных регионов, в том числе антропогенно нарушенных, вот мы говорили, да, как эти территории влияют, вообще, как вот влияет деятельность человека на растения.